Как изготовить мыло и сделать мишку своими руками? Воспитанники детского дома теперь знают ответы на эти вопросы. Рукоделию ребят обучили мастерицы общественной организации «Чудо-ручки» и волонтеры города. Мы брали туда масло, разрезали это мыло, а потом положили в стаканчик, потом заварили и получилась вода. До мастер-класса Егор видел мыло только в готовом виде. Он даже не предполагал, что его изготовление – процесс увлекательный. Мыльная основа смешивается с афирным маслом. Для запаха добавляется ароматизатор – клубничный, ванильный или апельсиновый. Немного ожидания и брусочек ароматного мыла готов. Такой сюрприз воспитанникам детского дома приготовили мастерицы общественной организации «Чудо-ручки». И мыло им нравится, и рисовать нравится, и бусины надевать, делать браслеты нравится. Что меня удивило, мальчишки сели за пряжу. Они делают игрушки из пряжи, помпончики, и мы наклеиваем глазки туда. Это меня очень удивило, потому что думала, что, скорее всего, девочки быстрее к этому пойдут. Но вот мальчишки как-то инициативу здесь быстро проявили. Это меня очень удивило. Алешу сразу привлекла работа с пряжей. Он изучил эту технику на уроках труда в школе. Этот оранжевый мишка из помпонов будет уже второй самодельной игрушкой. Каким он получится, Алеша еще не знает, но уже приготовил ему место в своей комнате. «Надо два круга, это и нитки. И надо все мотать, мотать вокруг этого круга. И вот так. Потом это нитку вот так закрутить и затянуть, и получится помпон». В день торжества без дела не остался никто. Девочки, как настоящие принцессы, плели себе ожерелья и браслеты. Кто-то готовил авторскую открытку, чтобы поздравить любимого человека. Бисер, пластилин, краски и другие расходные материалы детскому дому закупать не пришлось. На средства гранта от молодежного центра чудо-ручки приобрели все, что необходимо для творчества. Магазин «Золушка» и студенты социально-гуманитарного колледжа также вызвались помочь. «У нас на Ринваре полон людей с теплыми сердцами, которые откликаются и приходят к нашим детям. Нам очень приятно, мы всем рады. Нас приходят и с танцами, и с телевизией к нам гости приезжают, лошкари у нас. Ребята не обделены ничем. И они ведут активную жизнь, социализируем мы детей во всех отношениях». За два часа занятий каждый ребенок успел попробовать себя практически на всех площадках. За старание и усидчивость ребята получили готовые наборы для рукоделия, чтобы творчество было доступным.